На базе общеобразовательных школ города открыли три кабинета инклюзии, в которых трудятся педагоги-ассистенты. Эту должность вели по инициативе министра образования и науки Асхата Имагамбетова. Какие функции выполняет педагог-ассистент в образовательном процессе, узнаем прямо сейчас. Педагоги-ассистенты оказывают помощь ребятам с особенностями в развитии, помогают им ориентироваться в образовательном процессе. Шинар Даньярова в этой должности всего два года, до этого работала учителем в начальных классах. Но решила немного сменить направление, потому как хотела понять потребности таких детей, помочь им стать для них проводником в мире знаний. Пришла в эту сферу деятельности, так как инклюзия в данный момент хорошо развивается. Помочь детям с особо образовательными потребностями, помочь им в учебе, помочь им социализироваться и в дальнейшем, чтобы они справлялись сами. Стоит отметить, что такая практика действительно дает свои результаты. Ведь педагоги-ассистенты не только обучают, но и наблюдают за динамикой развития ребенка. Трое воспитанников таких учителей уже перешли в обычные классы. Это говорит о том, что они овладели основными учебными базовыми навыками, когда они могут самостоятельно, без сопровождения педагога-ассистента, обучаться в классе. Когда мы набирали ассистентов, конечно же, в первую очередь смотрели на образование. В основном это психологи, педагоги, дефектологи, а также и учителя начальных классов. Поэтому педагогам-ассистентам комфортно работать с такими детьми. Ребята обучаются как в обычных, так и в специальных классах. Все это время они находятся под наблюдением так называемого помощника, который объясняет слова учителя и домашние задания. Если же они замечают странное поведение или же усталость в глазах ребенка, то уводят его в кабинет инклюзии. Там дети могут отвлечься от учебного процесса, восстановить силы и снова приступить к обучению. В нашем кабинете обучаются дети с различными ментальными нарушениями. Это дети с аутичными чертами, дети с нарушениями интеллекта, дети с задержкой в развитии, дети с эмоционально-волевыми нарушениями. Многие дети имеют поведенческие проблемы. Всего в формате инклюзивного воспитания в школе обучаются 8 детей. К каждому из них прикреплен педагог-ассистент. Гизель Закарья, Михаил Казначеев, Новости МТРК.